Из года в год тысячи школьников 73-го региона на время летних каникул становятся истинными трудоголиками. На отдых есть целых три месяца. За это время успеют и насладиться теплыми деньками и неплохо заработать. Сегодня только в Ульяновской области ряды трудовых коллективов пополнили более 4000 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. В региональной столице 1330 человек. Мы понимаем, что в связи с отсутствием у ребят квалификации, конечно, в основном мы предлагаем им вакансии. Не требующие профессиональных навыков. В основном это сельскохозяйственные работы, это работы по благоустройству населенных пунктов, по благоустройству территорий предприятия, это курьерская работа и многое другое. С 2008 года трудоустройством несовершеннолетних занимается агентство городских инициатив. Условия работы в рамках закона. Две недели по два часа в день. Заработная плата выплачивается за фактически отработанное время. При этом конкурс на место в трудовом отряде огромный. Прием заявок на лето открывается в декабре. Работа у нас начинается с мая по август месяц во всех районах города. Это Засвияжский, Железнодорожный, Заволжский и Ленинский район. В этом году мы трудоустроим уже в конце августа месяца тысячу два несовершеннолетних ребенка. Юрий Селиверстов на время летних каникул приехал в гости к бабушке в Ульяновск. Сам парень из Архангельска решил не тратить свое время впустое. Записался в трудовой отряд. Работает второй месяц к ряду. С этим летом я первый раз работаю. Мне очень нравится. Интересный коллектив, новые знакомства. Ну и помочь городу в озеленении тоже неплохо. Есть и те, кто устраивается в молодежный трудовой отряд не первый раз. Один из них – 15-летний Дмитрий Сиднев. В обязанности входит уборка мусора на общественных каких-то территориях. Ну то есть подмести листья опавшие, убрать бутылки от алкоголя и какие-то бумажки, фантики, может быть, вот так. На первый взгляд летняя подработка в трудовом отряде – лишь способ заработать деньги на карманные расходы. На деле для тысяч школьников это первый драгоценный опыт работы, который им обязательно пригодится в будущем. Артем Петров, Константин Никитин, репортер 73.